Летний сезон детского отдыха набирает обороты. Настоящей находкой для учащихся и их родителей стали пришкольные лагеря с дневным пребыванием, которые удачно совмещают приятное с полезным. Относятся здесь к отдыху детей ответственно и серьезно. Наша съемочная группа побывала в лагере дневного пребывания в третьей школе. В школе можно не только усердно учиться, но и хорошо отдыхать. Не на словах, а на деле в этом убеждаются учащиеся в лагере дневного пребывания. Скучать здесь не приходится, потому что для детей подготовлена программа, предусмотрены как познавательные, так и развлекательные мероприятия. Мы стараемся, чтобы детям в нашем лагере было очень весело и интересно. Продумываем различные формы работы. Очень часто дети выступают на лагерных концертах, проявляются таланты детей. Возим детей в бассейны, в различные экскурсии. Стараемся, чтобы экскурсии были не только по городу, но и за его пределами. Мы уже выезжали и в поселок Октябрьский. В актовом зале школьные самодеятельные артисты с радостью демонстрируют свои таланты. В школе светофорных наук можно закрепить знания о том, как правильно вести себя на дорогах. А в библиотеке проводятся литературные игры, викторины и веселые конкурсы. Ребятам в лагере совсем не скучно. Им здесь очень нравится. Я очень рада, что перешла во второй класс и у меня первая школьная каникula. Я очень весело провожу лето. Мы уже побывали в пожарной части, в бассейне. Нас тут развлекают. Ну и, конечно, это мои первые каникулы. Это много восхищения. Это очень много радости для меня. Старшеклассники в школьном лагере труда и отдыха имеют возможности, чтобы отдохнуть и поработать на благо своей школы. Мы ухаживаем за растениями нашей школы. Мы поливаем, пропалываем. Также мы ухаживаем за нашей школой. Мы моем полы, мы протираем пыль в кабинетах. Готовим к сдаче экзаменов кабинеты. Также мы ездим отдыхать. Вот, например, на следующей неделе мы поедем в кинотеатр «Кубань» и в сад «Гигант» на прогулку. Ребята в лагере дневного пребывания принимают участие в полезных акциях. К примеру, они написали и раздали водителям письма с просьбой водить машину аккуратно и не допускать нарушений правил дорожного движения. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».